Геймзон 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 Ягер с легкостью поворачивает время вспять, заставляя испытать те же ощущения, но усиленные ровно в 10 раз. Тактический киберпанк-шутер под названием «Хром» на этой неделе переместился с первой на четвертую строчку хит-парада самых популярных игр недели. Этот экшен нового поколения обладает сочной красивой графикой, крепким сторилайном и способен удивить даже самых требовательных любителей жанра. Есть во Франции такая серия комиксов под нетривиальным названием «13», которая отличается изрядной популярностью, а ее создатель Жан Ван Хэм — изрядной креативностью. Первую серию он нарисовал почти 20 лет назад, в 1984-м, и до сих пор умудряется удерживать интерес аудитории. Программисты из Ubisoft взялись оживить творение Ван Хэма. В результате получился вполне достойный шутер от первого лица. «13» на этой неделе на третьем месте в рейтингах популярности. На второй строчке в рейтинге самых популярных игр недели уверенно расположился сиквел к нетлеющей РТС «Командос». Создатели игры, известная испанская студия Piro, не только сохранила все лучшее, чем располагали предыдущие части стратегии, но и добавили к игре несколько абсолютно новых фич, как то возможность заходить в большинство помещений, которые теперь выполнены в 3D, новые образцы техники и вооружения, и, наконец, огромные красочные уровни, которых теперь стало больше. Max Payne, чье имя звучит как «максимальная боль». Герой одной из самых успешных игр в жанре экшен двухлетней давности возвращается. Игра сразу же стала лидером в рейтингах популярности. Отличный шутер с превосходной графикой и интересным сюжетом. Вот как вкратце можно описать этот продукт. Итак, Max Payne 2 на этой неделе занимает первое место в хит-параде самых популярных игр. Спрашивайте все эти игры в отделах торговой сети «Гигабайт». Ну а мы продолжаем. Компьютерная индустрия развивается стремительно. Новые игрушки выходят одна за другой. Однако немногим из них удается завивать такую же популярность, как «Халл» в «Комбатен Волк». Мы наконец-то дождались. И трех лет не прошло, как нас собираются осчастливить PC-версии самого популярного шутера на приставке Xbox «Халл». А ведь анонсирован сей революционный проект был еще в далеком 1999 году. И выйти он должен был годом позже для PC и Mac. Однако контору, занимавшуюся разработкой игры, с потрохами купила Microsoft, и проект быстренько переметнулся на Xbox, где и вышел в 2001. Потом были бешеные тиражи, заслуженное признание, восторженные отзывы всех, кто хоть что-то смыслит в компьютерных играх. А еще долгие и томительные годы ожидания появления PC-версии. О сюжете многие, наверное, уже что-то слышали. Но на всякий случай слегка освежу вашу память. Речь идет, как нетрудно догадаться, о далеком будущем. Человечество выросло из колыбели под названием «Земля» и отправилось осваивать ближний и дальний космос. Планеты колонизировались одна за другой. Наука и технологии делали гигантские шаги по направлению к светлому будущему. Пока однажды человечество не вступило в контакт. Шел год 2552-й. Пришельцы напали внезапно. Для начала разгромив одну из колоний, а потом стали целенаправленно разыскивать и уничтожать все поселения и корабли землян. Наших такое положение вещей, как вы понимаете, устроить не могло. Было решено дать самый решительный отпор агрессору. На секретной научной базе приступили к разработке солдат-киборгов «Спартан-2». Секретного оружия, которое должно было навсегда избавить землян от инопланетной угрозы. Однако пришельцы разгромили исследовательскую лабораторию, уничтожив вместе с ней и все разработки. Один из кораблей, к счастью, успел удрать. На нем же улетел и единственный уцелевший супер-мегавоин. Получив управление киборгом в свои руки, сразу же понимаешь, что перед тобой вполне достойный sci-fi шутер. Вроде бы ничего особо революционного на первый взгляд незаметно, но это только на первый взгляд. Сначала приходится бегать по многоэтажным лабиринтам корабля, отстреливаясь при помощи членов команды от вездесущих космических инвейдеров. Те довольно умело уворачиваются от пуль, прикрываясь колоннами и прочими деталями интерьера. Высадившись на спасательной капсуле на ХАЛО, вы начинаете наматывать на счетчик километры зрелищных открытых территорий. По мере продвижения сталкиваясь с все новыми типами пришельцев. В одиночку бродить почти не придется. Часто в каком-нибудь сооружении вдруг обнаруживается группа потерявшихся соратников, или же высаживается подкрепление. Так что всегда найдется, кому прикрыть вашу спину. Командовать товарищами нельзя, это несколько разочаровывает. Зато можно сажать солдат в технику, которой в ХАЛО немало. Танки, истребители, джипы. Можно сесть за руль джипа и рулить, или сидеть рядом и полить свои винтовки, или же забраться на машину сзади и выносить всех из расположенного там тяжелого пулемета. Всем любителям качественных FPS, непременно эпической истории о спасении человечества от инопланетной нечисти, игра обязательно понравится. Потрясающая графика и нереальный звук, смышленые противники и интересный дизайн уровней. Богатый арсенал оружия и возможности управления техникой. ХАЛО стала одной из самых продаваемых игр на Xbox. Станет ли она столь же популярной и на PC, время покажет. ХАЛО уже продается в отделах CD-центра Gigabyte. Всем любителям качественных шутеров игра, несомненно, придется по вкусу. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok